Добрый вечер, господа, у микрофона Юрий Пронько, это Финам-ФМ, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». И сегодня мы будем обсуждать крайне прикладную тему, что происходит в российском жилищно-коммунальном хозяйстве. Тарифы растут, новые жировки, новые квитанции об оплате вы уже получили, я не исключение. И, в общем-то, увидел, что действительно жизнь у нас стала дороже. А где эффект? Вот я хочу понять. Такой прозаический обывательский вопрос. Понятно, что тарифы растут, понятно, что у нас есть проблемы так называемых естественных монополий, но почему-то, кроме словословия господ из власти, придержащих, о том, что все у нас хорошо, все замечательно и динамично мы развиваемся, по-моему, никто не ощущается. Дальше мы представляем моих сегодняшних гостей. Это Александр Толмачев, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТППРС. Александр, добрый вечер. Здрасте. Это Алексей Гансданкер, руководитель группы «За порядок» в ЖКХ. Алексей, рад видеть, добрый вечер. И Дмитрий Хомченко, адвокат, эксперт по тарифам в ЖКХ. Дмитрий, также рад вас видеть, добрый вечер. Я напомню средства коммуникации, которые вам точно сегодня понадобятся. Это многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем. Там же уже сейчас идет прямая веб-трансляция, то есть вы можете как слушать, так и смотреть. Можете также пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере, туда также направлять свои вопросы и комментарии. Александр, позвольте я вот с вас начать? Давайте. Вот на ваш взгляд, нынешнее жилищно-коммунальное хозяйство в России... Оно все вытекает из 20-летней истории назад. Давайте, вот ваш взгляд. Нет, у меня не взгляд, у меня просто руки чешутся об этом говорить, потому что когда мы начинали все это в начале 90-х, то есть смысл был очень простой. Создать собственника раз, государство потихонечку плавненько из этой сферы будет уходить, естественно будет покрывать свои долги за недокапитальные ремонты, недоремонты, недо-недо-недо и так далее. И расписали эту программу лет на 15, потом в середине 90-х возглавил Борис Немцов эту программу в должности вице-премьера, кричал «Да здравствует Ура!» на вопрос «Борис Ефимович, а в чем смысл реформы ЖКХ?» Он сказал «Повышение цен». Зачем? А если выше цены, значит население будет более ответственное. И, в общем-то, все похлопали в ладоши. На сегодняшний день 80% жилого фонда, даже чуть больше, это уже частные собственники. И теперь встал вопрос о том, что государство теперь вообще решил выпрыгнуть из этой сферы. А выпрыгнуть-то оно выпрыгнет. А как же быть с ремонтами, недоремонтами и тому подобное? И схема, которая изначально, в начале 90-х закладывалась, и думали, что на местное самоуправление в жилищной сфере, типа товарищ-собственников жилья и кооперативов, это ляжет основной груз. К сожалению, основным грузом не легло. Потому что, когда сменились приоритеты в нашей политике по управлению жилищным фондом, я бы хотел разделить управление жилищным фондом и коммунальное хозяйство, это чуть-чуть разные вещи. Тогда появились некоторые шустрые ребята, которые сказали, что вообще-то все эти самоуправления, товарищи, тоже кооперативы, мелкие управляющие компании, это неправильно. Должен войти крупный бизнес, и крупный бизнес наведет порядок. А государство проще работать с крупным бизнесом. И Анатолий Борисович Чубайс, один из инициаторов вот такого крупного бизнеса, одна из компаний «Русская Гидра», это один из составляющих элементов вот этой всей реформы, кончилось известно чем на сайте «Русская ГЭС». Но дело в том, что на сегодняшний день оказалось, что эта тема не стала работать, потому что для привлечения крупного бизнеса даже ввели схему, что ежегодно минимум 20% будет повышение тарифов. Для чего? Чтобы привлечь бизнес крупный в эту сферу. Повышение идет каждый год на 20%. Это заранее заложенная схема для того, чтобы привлечь... А где предел? Вот я хочу сразу уточнить. А дело в том, что предел это тот, когда уже выровняется... Или это беспредельно все. Это когда выровняются управляющие и коммунальные платежи в размеры нашей оплаты труда, нашего оплаты труда и пенсионеров. И кончится это дело тем, что люди просто заблокируют вообще всякие платежи. И вот именно поэтому сегодня и вчера, я говорю, вот сегодня это 9-е и вчера 8-е ноября, срочно собираются экспертные советы в Госдуме, комитеты по ЖКХ и тому подобное. Ребята, срочно надо менять жилищный кодекс, срочно надо вносить изменения в законодательство по долевой собственности, по управлению, потому что куда-то мы зашли в тупик, потому что население прекратило платить вообще. Это Александр Толмачев и его взгляд. Алексей Гансданкер, вы что можете сказать по нынешнему? То есть вот Александр, он так начал с глобального и закончил локальным. Ну, тарифы сейчас такие, сколько смогли обосновать одни чиновникам другим. Тарифы устанавливают, постановлены правительством Москвы. Получается, правительство Москвы сейчас никто не выбирает, их назначают. Население никак повлиять нельзя. Они собрались, свои компании МОЭК, обсудили, решили, какие будут тарифы. Келейно. Да, из этой процедуры исключен житель, пользователь этих тарифов. Собственник. Собственник. Вот о чем Александр говорил, да, 80% принадлежит частному собственнику жилого фонда. И это будет до тех пор, пока просто они получатся какой-то бунт на корабле. Они будут эквилуарно принимать тарифы. Сейчас тарифы уже, мало того, что они окупаются из отраты без всякого субсидирования, мы там, я пытался считать, там, по аналогии с Германией и еще с какими-то странами, они уже прибыльные тарифы. Абсолютно верно, подтверждаю. Они уже прибыльные. Уже прибыльные. Уже прибыльные. И аппетит появляется в процессе еды. Чем больше едим, тем больше хочется. Поэтому, я думаю, нас ждет еще повышение тарифов в следующем году. И до тех пор, пока... Где предел этому беспределу? Как минимум, может начаться наводить порядок только с появлением выборности должности губернатора мэра Москвы. То есть в политику опять упираемся. Как только будет выбираемый мэр... И отчитываем перенаселение? Он хотя бы раз в 4 года будет вынужден делать некие пассы перед жителями и показывать о стяжении тарифа, о заботе, о чаянии, беды. А сейчас им плевать? Ну, если назначают Владимира Владимировича Путина, не плевать только, как они выглядят перед Владимиром Владимировичем Путиным. Я забыл сказать, ребята... Это очень важно избирать. Ведь речь не только о повышении тарифа. У нас появляются новые виды услуг, о которых вы даже не знаете. Например, с января этого года появился новый вид услуг, что мы еще должны... С 12-го. С 12-го мы должны уже оплачиваем, просто пока еще не знаем, за энергоаудит. Вы знаете, даже некоторые вице-губернаторы стали возмущаться, говорят, ребят, простите. Александр, теперь по-русски, да. По-русски. По-русски это значит, что у каждого якобы уже стоят счетчики, и эти счетчики должны проверяться. И есть некие аудиторы, которые проверяют правильность работы счетчиков и обосновывают экономическую составляющую счетчиков. Ни много ни мало. Это еще полтора-два процента денег наших. Даже власти в губерниях не могут понять, где эти аудиторы есть, но деньги собираются. Дмитрий Хомченко, вы все-таки эксперт, да? Я хочу экспертную оценку услышать. Ну, пожалуй, основная проблема у нас в жилищной сфере, если говорить о жилищном секторе, это провал всех многочисленных попыток создать собственника. То есть, как только мы выходим за границы своей квартиры, у нас чувство собственника напрочь прекращается. Но все-таки зависит от дома, да? Без разницы. Я хочу напомнить, что с марта 2005 года в жилищной сфере тарифы не должны устанавливаться, потому что сами жители на общих собраниях со своими управляющими компаниями либо в ТСЖ, ЖСК должны решать, сколько же они платят за метр квадратный. Это все, что касается жилищных тарифов. Почему правительство Москвы и органы местного самоуправления практически всех городов Российской Федерации вынуждены устанавливать тарифы? Потому что жители плевать хотели на свое право, потому что им неинтересно, какие работы в каком объеме на жилищном фонде оказывают им вот все те пресловутые управляющие компании, которые воруют, не расплачиваются с коммунальщиками, не убирают снег и всячески нарушают права граждан в жилищной сфере. То есть можно сколько угодно пинать власть, но есть и оборотная сторона медали. Но там ничего, к сожалению, решить нельзя. А вот, простите, вот такое отношение, это такой пофигизм? Такие богатые все? Да нет, это скорее привычка для средних и старших поколений, выработанная годами предыдущей жизни, когда заплатил свою жилищную компанию две копейки с квадратного метра и сплю спокойно, и все равно, что там происходит. А если мусор не вывезли, напишу. Да, есть управдом, и вот с нему будем ходить и разбираться. Это по жилищной сфере. По коммунальной сфере, с одной стороны, есть действительно неэффективность, с другой стороны, колоссальный износ инфраструктуры. И там, где тарифы регулируются и должны регулироваться, они регулируются не правительством Москвы. Существует региональная энергетическая комиссия, если мы про Москву говорим, либо органы и государственные власти в сфере регулирования тарифов на коммунальные услуги. Это как раз вода, тепло, газ, тот же пресловутый маяк. Так вот, правительство Москвы 19 миллиардов ежегодно доплачивает за жителей, если мы говорим про стоимость тепловой энергии. Это, соответственно, отопление, да, и это к вопросу о росте. Да, вот представим, что завтра вместо 19 будет 16, а через три года будет ноль. Это вот будут они расти или не будут? А три года это случайно названы? Да, это действительно случайно названные цифры. Я не знаю планов правительства Москвы по отказу. Но когда мы говорим о стопроцентной оплате, вот пресловутый 100%, это значит отказ от бюджетного субсидирования и датирования. Вся страна так живет? Вся страна так живет, кроме Москвы? Да, действительно, не все субъекты Российской Федерации и не все муниципальные образования могут позволить себе ежегодно за своих жителей на территории выкладывать даже не 19 миллиардов, 19 миллионов. Не в каждом бюджете эти деньги есть, поэтому граждане платят целиком. С какой эффективностью расходуются эти средства? Как региональные органы регулирования договариваются со своими ресурсоснабжающими организациями? Это отдельный вопрос. Тут у несовершенства методик, тут и торг между регулятором и регулируемым. А под отчетность кому? Вот кто перед кем отчитывается? Под отчетность идет в любом случае ресурсоснабжающих организаций перед вот этими подразделениями органов власти. То есть чиновники? Конечно. Бенефицированные чиновники? Но чиновники тоже понимают, что те же губернаторы, которых назначают, если завтра замерзнет какая-то территория или граждане останутся на две недели без воды, потому что случится крупная авария на водоканале, и все время идет вот это вот балансирование между недовольством роста тарифов, мы сейчас только про коммунальную сферу, с одной стороны, и реальным состоянием инфраструктуры, для которой потребности денежные, они в десятки раз превышают все те тарифы, которые установлены путем вот этого регулирования. Мы сейчас уходим на краткий выпуск новостей, обсуждаем тему, что происходит в российском ЖКХ, тарифы растут, где эффект. Ваше мнение? На финам.фм, там же идет и прямая веб-трансляция, звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. 19 часов 17 минут, реальное время финам.фм. Александр Толмачев, Алексей Гонзданкер и Дмитрий Хомченко и тема, что происходит в российском ЖКХ, тарифы растут, где эффект. Ваши письма на финам.фм, ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Вот, господа, я хочу понять, с одной стороны, значит, власть, которая имеет одного главного избирателя, да, и не подотчетно никому на сегодняшний день, хотя формально, наверное, там, и же отчеты мэров перед Мосгурдумой, да, и там, префекты, наверное, отчитываются, я так предполагаю. Ну, то, что местное самоправление в Москве не заведено вообще до нуля, и даже эти все последние попытки, это все, это все, вот, дальше я поставлю многоточие, потому что боюсь сорваться из зоны русского литературного языка. Александр, где выход? В чем выход? Вот я хочу понять, да, то есть можно пенять и пинать одних, можно критиковать других, которым пофиг, но, но это жизнь... Сразу давать рецепты. Что надо делать вообще? Что в этой ситуации? Тем более у нас ограниченная фирма. Я сторонник того, что кроме вас никто вам не поможет, поэтому нужно подумать, твой дом доходный или нет. В Москве есть дома, которые уже способны зарабатывать денег больше, чем стоит содержание. Некоторые дома в Москве платят 0 рублей 0 копеек за коммуналку. Почему? Вместо них платят их управляющие, но не частные управляющие компании, а их товарищества, их кооперативы. Пример привожу. На Зубовском бульваре рекламы Hyundai Vesit 750 тысяч долларов стоит содержание дома 150 тысяч долларов. Понятно, что не везде такие дома есть. Или на Ленинском проспекте. Люди оформили землю себе, придомовую территорию, сделали стеклянную пристройку двухэтажную, сдали фирме встроен в аренду, за счет арендных платежей покрыли все расходы по капитальному ремонту, еще деньги остались, снизили коммуналку до 0 рублей. То есть вот конкретный пример. Дело в том, что для этого требуется всего 5 условий. Первое условие, чтобы хоть несколько человек было инициативной группы в вашем доме, чтобы кто-то захотел чем-то заниматься. Раз. Второе. А всем некогда? Естественно, у каждого свои дела и тому подобное. Вторая позиция. У вас должны быть либо созданы структуры, типа товарищ-собственник выживания, либо жилищный кооператив, потому что они не коммерчески специализированные управляющие компании. У них есть льготы. Не платишь НДС, не платишь налог на прибыль, освобожден от налога на землю, от налога на имущество, в части, например, городского бюджета. Это уже есть интерес. И самое главное, людям надо показать, в чем конфетка, в чем вообще-то доходность домов. А это всего 5 показателей. Первый показатель – земельный участок, который передает себя бесплатно, без конкурса, без аукциона в общую долевую собственность. Правда, закон говорит о нормативных размерах. А нормативы колеблются туда-сюда, надо платить за межевание. Вторая позиция. Но это стоит того. Это стоит того. Ведь поймите, в городе Москва цена не в доме, а цена в земле. Потому что население растет, а земли-то больше не становится. Вторая позиция – это использование жилого фонда и подвалов, и чердаков, с одной стороны, потому что это твоя долевая собственность, ты имеешь право через свою структуру, типа товарищ или кооператив, сдавать это в аренду или формировать, например, реконструкционные или надстроечные какие-то дела. Но для этого, опять же, требуется оформить землю. Причем для товарищей, собственников жилья, это и без конкурса, без аукционов. Не надо никакие аукционы проходить. Не нужно никаких специальных, особых решений, комиссий, тендеров и тому подобное. Третья позиция. По городу Москва существует еще закон 98-го года, который говорит о том, что если в доме есть нежилые помещения, которые собственности города, то ты имеешь право их взять на льготных условиях в доверительном управлении. То есть ты собираешь с арендаторов деньги, с бюджетом делишься 50 на 50 доходами. Занимаются этим люди? Занимаются. Много? Нет. Об этом никто не орет, не шумит. Это делается, к сожалению, кулуарно. Следующая позиция. Это вопросы связаны с сервитутными платежами. То есть если вдруг неожиданно в твоей земле оказал чья-то чужая труба, ну, например, Газпрома, то ты говоришь, ребята, ваша труба лежит в моей земле. Надо же, как повезло. Ну, это не везде, конечно. Но, тем не менее, есть такие варианты. Живых денег, конечно, насколько я помню, никто не платил. По бартеру, да. Я не плачу, вернее, за свет или за газ плачу чуть меньше, не выставляю сервитутные платежи. Есть такие объекты, где большие территории земли, например, на Минской улице, там по 4-5 гектаров земли в собственности оформлены у людей, под домами нормально все. Но есть еще некоторые вещи. Например, с 2009 года власть нам подарила потрясающий новый закон о рекламе, который говорит, что теперь все рекламные пространства, если сумел оформить себе кондоминию, вот этот земельный имущественный комплекс с землей принадлежит тебе. И доходы получает не мозгу реклама, а ты получаешь. Ни много, ни мало норматив для города Москвы метр квадратный 400 долларов в год. Это каждая вывеска стоит столько, не считая вывески там более серьезные. И есть еще некоторые нюансы, которые связаны уже с талантом управляющих вообще. Ну, например, один управляющий на Войковской сказал, ребята, не на чем заработать, давайте мусоропроводы вырежем, забьем их, а издадим под доменную валютную пункцию. Что и было сделано. Доходы идут в дом, а управляющий получает процент, 10% от доходов. Люди все довольны, счастливы. Почему? Коммуналка снизилась. Но это единичный случай. Об этом надо говорить. Людей надо этому учить. То есть люди не знают. Но людей нужно убедить в том, что кроме вас никто... А может быть, им все-таки пофиг? Да, к сожалению, да. 5% дай бог наберешь активистов. Всем остальным, к сожалению, пофиг. Хотя казалось бы, что может быть ближе собственного жилья? Того дома, в котором человек живет? Вот так. Людям не пофиг. Алексей Гансданкер. Я буду просто пояснять, кто говорит. Людям не пофиг. Людям не без разницы. Просто люди не верят. Для того, чтобы люди поверили в эти изменения, должны быть какие-то истории успеха. На глазах. Если... Ну вот, Александр, я так понимаю, сходу привел несколько примеров. Но это только товарищи-то. Вот Александр придет к себе на работу, расскажет, что он в своем доме сделали ТСЖ, повесили вывеску Хундай, и они теперь не платят. У них теперь стоит охрана, видеонаблюдение, еще деньги остаются. Это понятно. То его коллеги по работе, его же соседи, этим тоже заинтересуются. Люди очень тяжелые на изменения, потому что изменения обычно во вред нам. И для того, чтобы люди начали жить по новым условиям, должно быть какие-то истории успеха, должны быть какие-то небольшие такие тектонические сдвиги. Я просто увлекался изменениями. Это сложный процесс. Он требует время. Он требует принятия внутри. Я живу на Апресне. Старый дом большой, сталинский. Люди все успешные. Дом не бедный. Добиться от них чего-то практически невозможно. Заняты, неохота. Там активистов 2-3 человека. Тебе что, больше всех надо? Ну да. Основная причина даже не в этом. Основная причина в том, что они не верят ни во что. Была одна активист, которая написала 5 килограмм писем. Президентом, генпрокурором. Все, да. Эффект ноль. Трубы текут. Слушайте, я тогда просто в изумлении нахожусь. А выход-то из этого? Они так и будут иметь нас всех. Либо шоковая терапия. Приняли решение, что мы больше... Пока люди не определяются, государство на них не определяется. Ну, допустим, летом... Я бы сказал, оно этим пользуется. Очень активно узкая группа пользуется этим пофигизмом. Ну, русский народ долго запрягает, зато быстро скачет. Сейчас попользуются, попользуются, и могут начаться необратимые изменения. В сознании людей, то, что им надоедает это все. Ну, либо шоков... Не уверен. Ну, я не уверен. Власть поняла, что крупный бизнес не пришел. Александр, вы же сами сказали, 5% максимум. Это обычно, да. Вот. Вот ответ. Смотрите, тут проблема... Дмитрий Хомченко. Опять же, если про коммунальный сектор. У нас ресурсы стоят столько для средних и высоко обеспеченных людей, что экономить их нет никакого смысла, и заниматься тем же ресурсосбережением, решать какие-то вопросы по узлам регулирования, по элеваторам в подъезде, неинтересно, и действительно занят человек. Когда они будут стоить достаточные деньги, как это происходит в Европе, да в бывших странах Прибалтики, вот там найдется и время, и желание отрегулировать эту ситуацию. По жилищной сфере, опять же, можно делить в малоимущих, среднеимущих и высокодоходные группы. Малоимущие у нас защищены системой жилищных субсидий. Такой системы, кстати, не во многих странах мира она существует. Тут можно спорить, там 10% или 22% должен потратить человек для того, чтобы попасть под эту социальную защиту. Но так или иначе она есть, и малоимущим по большому счету все равно... И система работает. Сколько, да. Она реально работает. Упреки, что много документов, что сложно собирать, что каждые полгода переаттестация. Но это все-таки механизмы, которые можно совершенствовать. И они, кстати, от года года, если посмотреть там систему в 96-м году, когда ее разворачивали даже чуть раньше, и систему сейчас, это все-таки две разных программы. И малоимущим все равно, сколько это стоит. Когда стоимость вот этих жилищных и коммунальных... Получается, что малоимущие защищены, простите, то, что перебиваю, вот этой программой субсидирования, состоявшимся и состоятельным, в общем-то... Им не важно. Им будет не важно, пока не вырастет до предела какого-то. Ну да, до какого-то предела, когда действительно граждане вынуждены будут принимать решение. А где... Причем это предел? Я просто хочу понять. Понимаете, ответ на вопрос главный. Вот как отстимулировать, чтобы люди поняли, эта тема их касается? Вы знаете, ну, сравнивая там Российскую Федерацию в целом со странами зарубежными, зарубежными, не уточняя какими, у нас платежи, ну, где-то уже на уровне, конечно, не достигают значений стран там Западной Европы. Но уже выше, чем в Берлине. Да, выше, чем в Берлине. Да, да. В Берлине меньше, чем у нас. Да, по статистике. А статистика открыта. Посмотрите западные статистические сборники и информацию Росстата. Управляющая компания в Берлине не смеет в год превышать на 0,3%. Сразу будут наказаны штрафами. А у нас, к сожалению, 20% минимум. Да нет, нет, тарифы, вы поймите, что, опять же, ну, не хотят граждане, значит, надо сделать так, чтобы они не росли, по крайней мере, в жилищной сфере. Если на госрегулирование влиять невозможно, то в своем доме, как минимум, что делать? Избрать совет дома, и неважно, пятиэтажка это, либо... Или шелкарный дом какой-то. Да. По средним домам тем более, да, уж совет дома. А дальше сметы. Я хотел, знаете, что сказать, ребят? Дело в том, что понятно, что дома есть доходные. Вот, как я говорю, можно и нежилые фонды, и подвальчики, чердачки, но есть дома, которые вообще никак не доходные. Что делать тогда? Тогда, граждане, есть только один ресурс, земля. Тогда нужно объединять не один дом, два, три, четыре. Микроквартал, двор, чтобы был, для того, чтобы вы хоть на чем-то могли зарабатывать деньги. На платных парковочках, на каких-то магазинах, ну, хоть на чем-то. Или на реконструкции. Когда ты собираешь... В Москве есть такие примеры, когда ты формируешь некий микроквартал, и в Казани есть такие примеры, и потом этот микроквартал через свое товарищество зазывает инвестора и говорит, инвестор, ты нам построй вот стартовый дом, здесь пятачок в нашем доме, при этом расселишь нас, мы не хотим никуда уезжать. Можно так делать? Ну, это глобально совсем. Это глобально. Это проекты обычно 5-7 лет, быстрее не бывает. Но такие уже факты есть, да? Пожалуйста, да. В Казани, юго-запад Казани целый микрорайон называется Солнечный город. Если уж зарабатывать совсем не на чем, то, по крайней мере, контролируйте, на что идут ваши деньги, и говорите управляющим компонентам, что не надо мне каждый день мыть подъезды, вы все равно их не моете. Но в смете, честно, показывайте. Дело в том, что... Уборщица туда приходит, даже в самую последнюю пятиэтажку, там раз, не знаю, в месяц так или иначе появляется. Ну, тогда и берите деньги за раз в месяц. Нужно просто объяснить. А не по нормативу. Дим, нужно просто объяснить людям, что? Как формируются платежи наши? Всего пять составляющих. Первая составляющая. Нормируемые платежи. Это что? Плата монополистам. Ну, никуда не денешься. Это решают. Есть. Это первый платеж. Он составляет примерно 20% от всех расходов наших. Это только 20%. Второй платеж очень хитрый. Называется условно-нормируемые платежи. Что это такое? Это эксплуатация и техническое содержание. Это оплата труда электрикам, сантехникам. Почему называется условно-нормируемые? Вы знаете, мы недавно проверили один из районов Москвы, не буду называть. На одноподъездном доме, девятиэтажном одноподъездном, числится 45 электриков. Ну, понятно, что такого не бывает. Просто туда списывают ДЭЗы деньги. Понимаешь, что делать нужно? Нужно хотя бы посмотреть норматив Минтруда. Там написано, один подъезд, не больше двух электриков. А трех других составляющих наших платежей мы выясним сразу после краткого выпуска новостей, что происходит в российском ЖКХ. Тема сегодняшнего реального времени. Звоните, пишите все средства коммуникации к вашим услугам. 19 часов 30, одна минута, реальное время Финам.фм. Здесь Александр Толмачев, Алексей Гонзданкер и Дмитрий Хомченко. Говорим о ситуации в российском ЖКХ. Александр, мы вас прервали. Вы обозначили две позиции, еще три. Да, теперь три. На первых двух позициях особо много не схемичишь, не зарабатываешь. А вот на третьей позиции зарабатывают все, кому не лень. Называется это дополнительный необязательный сервис услуги. Что это такое? Это без чего дом может жить. Охрана, домофоны, озеленение. Ты можешь сам посадить кустик. А вы знаете, что в Москве цена? 800 долларов стоит одно дерево посадить. Правда, в феврале месяцы. На вопрос, почему надо сажать в феврале, а не в мае, где цена 18 долларов. Так, говорят, экономически будет целесообразно. Поэтому, когда ты начинаешь структуру... Сколько стоит посадить кустик? 800 долларов стоит одно дерево посадить зимой во дворе вашего дома. Это скромное дерево. Не тем бизнесом я занимаюсь, я это понял. Ребята, дело в том, что на самом-то деле, когда ты начинаешь смотреть, это примерно вот эти дополнительные необязательные сервисы услуги составляют где-то 30-35, треть целую. Но есть еще один платеж, называется административные расходы. Если это у тебя товарищеский оператив, это что? Председатель управления, бухгалтер, кассир. Ну, может быть, паспортистка, если ты сам занимаешься паспортом режимом. Я просто проводил экономические какие-то исследования. В ТСЖ, в ЖСК в среднем уходит 5% на это, на все эти административные расходы. А в ДЭЗах, если вами управляют ДЭЗы, 30%. Треть уходит денег на административные непонятные расходы. Я все думал, почему же у нас конкурс «Московский дворик» проводится то в Таиланде, то на Кубе, понимаете? Ну, естественно, выиграли. Подожди, Александр, что значит, что у нас конкурс «Московский дворик» проходит в Таиланде? А вы никогда не обладаете? Нет, расскажите мне и нашим слушателям. Вам, видимо, туда, пока вас туда не звали. Но дело в том, что обычно выигрывают крупные начальники ДЭЗов, и они обычно побеждают и ездят туда за наградами. Понимаете, какая вещь? Потому что есть на чем ездить. И, наконец, пятый платеж, который касается всех собственников, называется это содержание и развитие общего имущества, которое за пределами вашей квартиры. Ну, например, освещение дорожки возле вашего дома, например. Хочешь, не хочешь, надо освещать. То есть это расходы все равно собственников. Наниматели за это не платят. Вот когда ты берешь эти пять составляющих, и когда ты говоришь, управляющая компания, будьте любезны, расшифруйте мне так. Они скажут, нет, мы так не хотим расшифровывать, потому что сразу будет видно, где воровство. И когда ты начинаешь понимать это, то у тебя сразу желание уйти от любого управления, кроме как своего собственного управления товарища совета дома. Ну, вот я бы хотел высказаться сначала по 5%, что 1-5% активистов это нормально по всему миру. Я вот был в Германии, в Штутгарде, и там тоже активистов по дому 1-2%. Но отличие от тех бабушек-активистов в Штутгарде, от наших, в том, что если активисты в Штутгарде что-то решили, они это сделали. Если они решили раздельный вывоз мусора, будет раздельный вывоз мусора. Если они решили ремонт, будет ремонт. У нас есть активистка. Она проверила сметы управляющей компании. Она написала письма. Она написала мужской инспекции. Она написала еще что-то. Ничего. Она про Фому. То есть, а в ответ тишина. В ответ тупка. Называется режим тупка. Пишет про Фому, отвечает при этом. Еще один мем родился в эфире финалов. Надо собрать общее собрание и поменять эту управляющую компанию. Какую? Опять же, решением жителей. У нас сейчас чуть ли не уголовное дело по пресне. Управляющая компания Долгачев. Широко всем известно. Он там сейчас непонятно, кто за кем бежит. Дмитрий, а собственники могут поменять управляющую компанию? Обязаны. В любую секунду. А кроме тебя никто не может. Государство? Только менять между кем и кем. Успекс придет, оштрафует и уйдет. И все остальное. То есть, вот хороший момент. Между жуликом и вором. Вот можно выбрать либо жулик, либо вор. Ну да, все, два варианта. А честных со всеми? Либо наплевать на все, сказать все нафиг. У меня будет мой, там, мою товарищу, мой кооператив. И я буду электрика дяди Васю нанимать сам себе на зарплату. Но этим надо заниматься. Семь кругов фада, это два года. Этим надо заниматься. Создать новое ТСЖ, это семь кругов фада пройти. И денег. Еще надо денег и адвоката. Это правда. Вообще ужас, конечно. Дмитрий Комченко. По правам гражданам. Действительно, права у граждан безграничны. Желания пользоваться нет. Нет желания разобраться. Но умение само собой. Поэтому не везде. ТСЖ где-то, возможно, и ту же управляющую компанию. Но, опять же, не возникнут нормальной управляющей компании, пока не будет нормального спроса. И будем так и менять. Действительно, ДЭС, который остался с советских времен. Он был коп, а теперь акционер общества. Ну, есть хуже, есть лучше. Они тоже в Москве разные. Москва большая. Тут, как и в коммунальном комплексе. Есть нормальные предприятия. Есть предприятия, которые подворовывают. Есть, которые уводят. А кроционная составляющая вот в этих платежах, она большая? 30%. По Москве... Ответьте на мой романтический вопрос. Наивный вопрос. Вот сколько там? Если мы строим дороги, на дорогах дороже. Нет, это понятно, что есть более серьезные такие бенефиции, да, по понятиям. Но как-то еще будучи президентом, Дмитрий Медведев сказал, что за год вывели почти триллион из России за рубеж. И тогда я, в общем-то, оценил. Ну, мне понятно, когда там нефтянка, да, выводит, там, металлурги вводят. Но когда коммуналка выводит такие суммы... А чем коммуналка хуже нефтянки? Ну, это правда, да. У нас всякая же коммерческая сфера. То есть, так же, тут проблема-то в чем? Нефтянку в свое время, как там и торговлю, отпустили на хлебовольное. В коммунальном секторе у нас государство много лет рубило. Не хотело. Лошки, хвост. И до сих пор продолжает рубить. Поэтому нет рынка, поэтому нет конкуренции. Поэтому граждане не напрягаются. И чем дольше мы будем... У мути кое-кто водится, да? Так проще ловить рыбку. А что касается капремонта? Например, это отдельная составляющая. Вот представьте, да? Когда государство в 2004 году решило вообще свалить из этой сферы ЖКХ и ответственность из себя снять, то и появился новый жилищный кодекс в декабре 2004 года, который вступил в силу в пятом. Что сделали наши любимые чиновники? Они сказали, давайте так, обязательство государства сконцентрируем в неком фонде, который называется госкорпорация имени капитального ремонта, накачаем 800 миллиардов туда рублей и будем каждому региону давать на каких-то условиях. Народ какой-то пискнул, сказал, а может быть напрямую людям, которые нет, значит, вот только регионам. Прошло несколько лет, на будущий год эту госкорпорацию, причем вы знаете, да, что госкорпорация создается поддельным законом, без права проверки. Их не могут даже проверять ни прокуратура, ни налоговые органы. Они, оказывается, не освоили примерно 400 миллиардов рублей. Не освоили. Некуда было деть деньги. Тогда, а их надо уже ликвидировать по закону, что делают? Знаете, что принимается решение, куда же деть эти деньги? Я ору там в Госдуме, кричу, давайте хотя бы распилим среди людей. Распилим среди людей. Ну, конечно. Хорошо звучит. Они сказали, что неправильно, потому что для этого нужно вначале создать... Мы будем пилить-ка среди людей. Нет, сказали по-другому. Будет сейчас создано примерно 80 фондов в каждом регионе. И из этого большого фонда денежки распределяются между 80 региональными фондами, где будут участвовать губернаторы теперь, а не просто там фонд имени капремонта. И вот тогда этот фонд и будет думать, куда, кому распределить и так далее. Я просто задал вопрос Минфину. Говорю, скажите, а сколько денег нужно для введения этой программы, создания 80 фондов? Всего 170 миллиардов. Я говорю, а не проще ли эти деньги отдать людям или распилить между людьми? Нет, нельзя. Вы не понимаете политики. Вначале нужно создать это, обосновать, зарплату дать, а потом вот эти оставшиеся деньги, которые из большого фонда в маленькие, будем разделять. Понятно, что не хватило денег. Поэтому принято решение о создании так называемого отчисления. Обязательно капремонт. Ну, для Москвы это примерно 6 рублей с метра квадратного ежемесячно будет. Но опять же, люди говорят, почему мы должны в какие-то закрома непонятных фонда отдавать деньги? Ведь если мы из этих денег не можем себе востребовать. Единственное... Так а что отвечает, подожди, Александр? А что отвечает власть непределяющая? Они говорят, вы не профессионалы, у вас слишком мало активистов, вы не понимаете, а мы понимаем лучше, потому что страной сегодня управляют бухгалтера. То есть, по принципу, сам дурак. Поэтому что делают оставшиеся люди, которые хоть что-то понимают? Они говорят, мы формируем ТСЖ или ЖСК, мы сами у себя формируем собственный фонд, и мы посылаем вас на три буквы. И это единственная возможность пока избежать вот этих отчислений в некие закрома Родины, а только оставлять у себя в доме. Это то, что было в советское время, а амортизационные отчисления были всегда в любом доме. Понимаете? Вот это то же самое приходит сегодня, те, кто соображает, люди начинают срочно формировать свое управление для того, чтобы хотя бы эти деньги сохранить у себя. Ну, опять же, таких домов будет практически по пальцам. Остальные будут на автомате. Пришла платежка. Там написано, как ремонт, сума МН. Она уже создана. Нет, она уже создана, да? Это будет контора очередная по распилу. Нет, это будет теперь 80 контор. Они будут по субъектам. Не одна, но страна. На большом субъекте своя, и будут деньги в масштабах субъекта. Сороковая минута нашего эфира, да, идет. Я так понимаю, что это такая безнадёга, всё, это приговор, это всё, да? То есть мы должны вот им отдавать, а они нас будут посылать. Безнадёга тогда, когда мы будем говорить, что мы не понимаем. А мы-то понимаем. Поэтому мы ещё можем что-то людям... 5% Александр, ваши слова, 5% понимают. 5%, вы знаете, 5% всё равно отзовутся и всё равно скажут, ребята, научите. А вот остальные, ну что, их будет жизнь учить бить рублём по голове? Да, всё равно на огне. Скороварка всё равно уже греется. Газ-то никто не уменьшил, газ только увеличивает. Поэтому можно просто подождать, посмотреть, когда взорвётся. Не хочется. А может, что-то делать? Но смотрите, почему люди не активны, почему люди не верят? Потому что я работаю, у меня есть работа, я прихожу домой. И чтобы добиться минимального соблюдения своих прав, минимального, мне жизнь надо подожить, 2 года надо судиться. Чтобы решить вопрос административным путём невозможно. Получаешь отписки про Ерёму. Тебя просто подать в суд. Подаёшь в суд. 2 года тебя в футболе теряют материалы дела, отправляются ошибка в ад, ошибка в фамилии. Могу рассказать, там огромный ворох историй. Думаешь, ладно, вышел с пикетом мужелинспекции, добился встречи с главой мужелинспекции. Он подтверждает, что это незаконно, но ничего сделать не может, только через суд. Опять послал в суд. Вышел с пикетом в мэрии, меня обвинили в терроризме, забрали в милицию, еле выпустили. Что можно сейчас делать? Алексей, вы как считаете, после вот этого рассказа, какая реакция будет у основной массы слушателей? Ну безумная. Да буду я, ладно, эти 6 рублей им отчислять на капремонт в эту очередную госкорпорацию. Да конечно, потому что у меня нет жизни. Пока одиночка будет бороться, так он борется сейчас. Против той системы, которая в принципе не... В одиночку, да. В одиночку практически невозможно. Русские это такая коллективистская нация. Я прихожу к выводу, что это самая индивидуализированная нация вообще на свете. Квартирный вопрос испортил. В отношении жилья. Кто не хочет ни с кем работать. Пока жили в домах на своей земле или на общиной земле, было нормально. Как только нас сгрудили в многоквартирных домах и землю отняли. Вот так происходит. Так получается, нет, Александр, понимаете, вот есть же дома, где и цветочки, и картины, и чуть ли не Пикассо, да, висит в холле. Но принцип тот же самый. Хотите пример, да? Я обычно на управление стараюсь брать людей, увольненных в запас офицеров из армии или ФСБшников. Знаете почему? Не воруют. Управляющий комендант вот такие. А вот из МВД как-то вот в управдомы стараюсь их избегать. Не получается. Ведомственная принадлежность имеет значение. К сожалению, это может исправиться сейчас с новым министром, но вот пока вот так вот, понимаете? Но, тем не менее, вы говорите о том, что это не все так безнадежно. Я скептически к этому отношусь. А мы реалисты. Да. Ну, наверное, вы правы с точки зрения того, что будут бить тогда по башке рублем. Вот где этот предел, да? Вот когда люди скажут, слушайте, подождите, мы платим, 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 а ничего, ничего не меняется в этой жизни нашей. Вы знаете, уже наконец-то появились волнения людей, например, в Марфино, которые отказались от капитального ремонта дома, на который выделили 40 миллионов. Знаете почему? Они сказали, подождите, подождите, три года назад нам поменяли трубы из такого диаметра из дерьма, сделали шикарный диаметр из нержавеющей стали. Зачем вы их срезаете и опять ставите дерьмо? А нам по плану положено, переделась нам крышу. Нет, не положено. Вы знаете, они встали на дыбы, пришли к управе, пришли к Дезу, пришли к тот, кто подписывает бумаги, к этой компании, которую ремонтируют, и сказали, мы вам не позволим здесь делать этот капремонт. Денег, конечно, не дали, 40 миллионов исчезло. И чиновники ласты склеили. Склеили, но зато это противостояние позволило людям объединиться. Вместо 5% появилось 15% активистов. Вот такие примеры, конечно, меня радуют, но вот их бы побольше тогда. И тогда не будет срезания вот этих труб, а будет ремонт крыши, если это необходимо. Пока у нас, у многих людей... Как вы сказали, кустик за 800 долларов, это же вообще песня. Пока решают чиновники, именно так и будут. Пока не начнут решать, граждане, крыши или трубы, кустик сейчас или летом, будет только так. А некоторые дома говорят, а вы знаете, нам такое зелень не нужно. Мы сами в лесу выкопаем березку и сами посадим возле дома, как положено, в мае месяце. А вот за 800 долларов... А мы имеем право на это, да, Александр? Конечно. Я тоже иногда подлежу. Там придет лесник, да. Я хочу просто обманять. На даче, на даче выкопаем. На даче, да. А, на даче, на даче, да. Конечно. Понимаете, дело в том, что люди просто должны... От вас... Вы зачем журналисты нам нужны? Вы нужны для пропаганды, агитации за нормальный образ жизни. Я же вам задал вопрос. Вы тут шоу устроили? Я за. Или ликбез? Если ликбез, мы будем помогать. Я за. За то, чтобы люди просвещались и была обратная реакция. Я надеюсь, что... И прав тогда Алексей, который начал в самом начале программы с политических вопросов. Избираемость и подотчетность. Ну, это минимум. Я работал в крупной компании и отвечал за маркетинг. Мне, чтобы запросить бюджет миллион долларов на маркетинг, нужно было просто обосновать. И для меня разницы не было никакой. 100 тысяч запрошу, либо миллион. Это все зависело не от потребностей в каких-то расходах маркетинга, а в тех идеях, какими я буду обосновывать. Целесообразности. Так же, естественно, в тарифах на тепло. Если вдруг возникла идея, как можно обосновать тариф. Я понял. Мы сейчас уйдем на новости, потом продолжим. 19.47. В этой части реального времени у нас идет интерактивное общение со слушателями. 65 10 99 6, код Москвы 495. Финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем, соответственно. Там же идет и прямая веб-трансляция. Но я хочу, чтобы Алексей Гансданкер все-таки досказал свою мысль. Да мысль-то простая. Сейчас тарифы зависят от того, сколько чиновник смог обосновать другому чиновнику. Как они договорились? Нет, это абсолютно браво. Если есть идея, как обосновать миллиард. Они договариваются на безвозмездной основе? А какая разница? Не важно. Главное подобрать аргументы. Красивая презентация, красивые слайды. Нам нужно провести олимпиаду, футбол, чемпионат мира. Зачем? Неважно. Или там АТС за 800 миллиардов, а дорогу потом смыло. Если идеи есть, как обосновать, все, пожалуйста. Я на эти инсинуации язвительные не буду реагировать, Александр. Так. Вот. А на вопрос, почему у нас активистов так мало, да потому что артель напрасный труд, потому что эффекта нет никакого. Людям жалко свое время. Давайте историю успеха. Вот Марфина получилась, давайте их анонсировать. Вот получилось добиться капитального ремонта, давайте проанонсируем. Если подтянутся, будет волна, будет прям нарастающий ком. Верно. То есть вот пример Марфина мне, конечно, тоже очень Это пропаганда. Вот вы нужны как пропагандисты нормального образа жизни? Журналисты, не пропагандисты. А кто же вы тогда? Мы информация. Вы ли вы будете говорить о говне каком-то, что кого-то убили, раскрошили? Пропагандисты работают, Александр, на госканалах. Вот там пропаганда. И там вот такого разговора никогда не будет. Там иные разговоры у них. У них главная тема, это то, что сегодня, главная тема, я реально вам говорю, главная тема для гостелевидения сегодня заплакал Обама на встрече с своим избирательным штабом. А как это писать? Они каждый час долбят, Обама заплакал, Обама заплакал, Обама заплакал. Уверовали, да. А бабушке в Иваново зачем? Причем за наши деньги, потому как платильщики содержат контору на яме. Звонки 65 1099,6, код Москвы 495, финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем, там же веб-трансляция. Вы в эфире, как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Павел. Первое, к вопросу о увеличении тарифов, вот стоим глазами, видел платежку за октябрь, жилье бизнес-класса, Москва, в Берибальде, с охраной, с листами, с парклетом подземным, 9000 рублей, квартира чуть больше 200 квадратных нет. Абсолютно верно, человек подтверждает, это и я подтверждаю, есть еще меньше. Вот, второе, я считаю, что очень здравая, наверное, идея обязать управляющие компании законодательно отчитываться хотя бы в электронном виде, но в доступном. Уже не ходят на сайты, не размещают, размещают, не то, а постановление выпущено прошлым декабрем. И не будут. Ну вот так, Павел. Понятно, и третье, еще надо учитывать, тотальную бедность населения, особенно вдали от МКАДа. Это так. У меня перед глазами пример кооператив строительный, потом стал ТСЖ. Все люди, ну, как бы богаты, но они купили это. Вот давайте представим, что будет через 20 лет, когда они станут пенсионерами, они потеряют зарплату, и вот надо сделать проблему. Именно поэтому мы и должны создать такие структуры, которые позволят людям хотя бы минимизировать, если уж не заработать бешеный, ну, хотя бы минимизировать эти затраты. Поэтому я говорю, люди, берите землю, пока ее дают, берите коммуникации, берите возможность, то, что сегодня закон разрешает, а закон сегодня это разрешает. Надо брать. Вы хотя бы на будущее себя ставите что-то. И отчислять на капремонт надо сегодня по 5 рублей в будущие годы. Чтобы потом не произошло нечистое. Но не в региональный фонд, где потом чиновники решат этот дом или другой, крыша или лифт, и лифт за 10 миллионов, либо за 15, а в свой, чтобы в масштабах своего дома. Верно. Никита пишет, господа, вам не кажется, что люди иногда боятся отнять кормушку у ДЭЗа в ТСЖ, где гарантия, что 5% не будут прижаты в темном переулке, их просто припугнут, и вся активность быстро утихнет? Утихнет, да, 5 прижмут. Некоторым бьют по голове, когда... Некоторых, я так понимаю. Перекупают. Сейчас модно перекупать, не бить. Ну, такие крупные компании, как Донстрой, они просто перекупают самых главных активистов. А как это? Ну, зарплата 20 тысяч долларов, сразу человек уходит на работу, вот и все. Либо окна поменять на пластиковый, если какая-нибудь бабушка телевизор купит. Ну, вариантов много. То есть главное, заткнитесь, да? Самых активных, да. Вопрос цены. Чего теряешь, понимаешь? Когда Донстрой терял 8 тысяч квадратных метров нежилых помещений, которые переходили в долевую собственность людям, они готовы были заплатить любые деньги, чтобы этого не произошло. Понимаете, да? И 20 тысяч, и 30 тысяч. На маршала Березова, да? Добрый вечер, как вас зовут? Вы в эфире. Алло, здравствуйте, Юрий. Во-первых, спасибо вам огромное за ваши интереснейшие передачи. Спасибо. И у меня такой вопрос. Вот со вчерашнего дня, буквально с выхода проекта Алексея Навального «Рос ТСЖ» до сегодняшнего я еще имел какую-то надежду борьбы с ТСЖшниками. Вот. И у меня следующий вопрос. Вот я живу на первом этаже, да, нового дома в Подмосковье. И зимой у меня нет ни отопления, ни горячей воды. Ну, условно говоря, нету, да? Это минимальное. Да. Тепло и вода. Вот. Приглашал к себе председателя ТСЖ. Ноль эмоций. Говорит, разберемся и так далее. Вот куда мне в таком случае жаловаться? Я даже не имею понятия. Да, спасибо огромное. Позвоните сюда на Финам, вам дадут наши координаты, пообщаемся, я вам расскажу. Только район скажите, какой у вас, или вы выключились. Я отключил, уже слушали. Ну, пусть мы в эфире. Нет, Александр, подождите. Хорошо, я, конечно, мои продюсеры, точнее, дадут тем координатам, тем слушателям, которые попросят. Нет, просто консультация бесплатна, понимаешь? Нет, ну вот сейчас можете сказать? Могу сказать. Дело в том, что... Стандартная ситуация, если человек сталкивается с этим. Подмосковье чаще всего, так как власти там сопротивляют всем товарищам, скорее всего, ТСЖ создан на бумаге, а реально управлением занимается совершенно иная структура, какая-нибудь частная при каком-то чиновнике. И ТСЖ даже дом не взял на баланс, даже на забалансовый счет не взял. Поэтому он говорит, я тебя понимаю, парень, но сделать ничего не могу, потому что деньги-то не у меня вот здесь. Чаще всего так. Если это Подмосковье? Ну, во-первых, не оплачивать. Это самое постановление, которое говорит о том, что... Это законное основание не оплачивать. Так. Ну, с актом. Ну, понятно, да. Я думаю, что с этим проблем не будет, да. Процедура, 354-я, открываем, читаем все детально. Во-вторых, та же МОСЖИЛИнспекция. Деваться, к сожалению, больше некуда. И органы местного самоуправления того... Алексей, это вы с руководителем МОСОБЛИнспекции встретились, да? Да, да. Это реально? То есть приходишь на пикеты, если я тебя не слышу, да? Да, с тобой побеседуют. Да нет, там есть инспектор, который... Ну, а что, будем практические, из практической области все объяснять, что делать? Не будет, результат не будет. С тобой побеседуют, вызовут того начальника, который за это отвечает. Я после этого пикета, после встречи с руководителем, направил письмо с просьбой создать конфликтную комиссию. Прошло месяца четыре. Так и не создали ничего. Просто ему объяснили, что сказали, Алексей, это уже не жилищное право административное. Мне вообще нравится, вы знаете это. Они так вот пальчами пожимали, они делали такие глаза, понимающие, они все понимают, что это незаконно. Я говорю, ну, вы же понимаете, что я вот упрусь, пойду вам в свут, потрачу два года, но добьюсь, чтобы признали ваши действия незаконными, вас уволят. Он говорит, а меня и так уволят. Ну, пока я должен был садиться, и вот так уволят. Не добавить ничего. Нет, это мне напоминает, у меня есть очень близкие знакомые адвокаты, которые мне всегда говорят, Юр, ты безусловно прав, ты все прав, это все правильно. Однако. И вот после слова «однако» идет перечеркивание всех тезисов предыдущих. Вот примерно то же самое. Я решаю вопросы по закону в строгом соответствии со своими внутренними убеждениями. Безусловно. Безусловно, Александр. Как вас зовут? Добрый вечер, вы в эфире. Финал ФМ. Меня зовут Станислав, я звоню из Пробки в Москве. Да, Станислав, слушаем вас. Я финал Юрий Пронько. Да, вы в эфире уже. А, вы в эфире, Юрий, да, здравствуйте. Слушайте, послушаю ваш сегодняшнюю программу через «Отвисло». Хочу ставить вот теми пяти процентами, если, возможно, ваши уважаемые гости могут так очень кратенько описать, какая должна быть последствия, ну, последовательность действий для начала, и во сколько это обойдется, вот, все превращение моего дома где-то там из четырехсот квартир. Значит, в среднем два с половиной года, значит, на что потратить придется средства? Прямо по пункту, можете сказать? По пункту, да. Вот, чтобы всем было понятно, первое, второе, третье. Значит, первое, оформление земли. Ты вначале должен сформировать свою структуру, типа ТСЖ или ЖСК, затем обращаешься в глав АПО архитектуры, они сегодня монополисты по межеванию территории, размежевали квартал, прошли где-то год, там, публичное слушание, согласование. После этого вызвали кадастровых инженеров, заплатили им, они поставили куда-то головы и знаки, после этого пришел в РИО с регистрацией, получил свидетельство на собственность, на землю, на общую долевую, бесплатно, в нормативах, как тебе обрисовали в межевом деле. Но потом у нас такие налоги. Да, но в Москве, слава богу, в отличие от Подмосковья, половину налога ты не платишь на землю. Налог сегодня составляет примерно один доллар сотка, но это ерунда. Так вот, дальше. Это только одна составляющая. Вторая составляющая, это так называемое принятие в реальное управление своего дома. Что такое реальное управление? Это не когда ты просто взял из ДЭЗа бумаги о том, что дом у тебя есть, а когда ты подписал с ними акт приемки этого дома, и плюс еще подписал авизовочку бухгалтерскую. И вот тут вы сотолкнулись с потрясающей новостью, когда они говорят, ой, а у нас дома нет, как нет? А мы его списали. Как вы его списали? В 2008 году. А кто это вам позволил? А нам Петр Павлович Бирюков приказал, сказал, что должны списать дома. Почему? Потому что мы были гупами, ДЭЗами, а теперь стали акционерки. Чтобы потом налоги не платить, надо с баланса сбросить. Я говорю, ребят, вы что, обалдели? Вы же дома, дома же существуют, а вы их списали в ноль. Вы что, украли у государства, они молчат? Я говорю, покажите приказ. А нам не приказывали письма, нам устно. Мы работаем по распоряжению правительства Москвы. И дело в том, что... Как людям проверить, кто у них сегодня управляет? Дело в том, что нужно пока еще БТИ... Как же мне хочется выпасть из зоны русского литературного... Пока речь идет о том, что БТИ еще у нас не ликвидировали, в БТИ нужно заказать две бумаги. Одна называется паспорт домовладения. Не на здание, а именно на домовладение. И вторая бумага, справка форма 1А. С задней стороны там написано, правообладатель, балансодержатель. Вы будете удивлены, там написано, владельцы вообще не установлены. Серьезно. Это нормально, как юрист скажет, что тут-то ничего страшного. Третье составы, да. И для того, чтобы ты это оформил, после того, как ты получил эти акты, ты подписываешь, формируешь так называемое описание общего имущества. Ты должен сам составить, что входит в общее имущество, подвалы, чердаки и тому подобное. Потом приносишь в БТИ, они вносят в реестр свой. Из этого реестра ты берешь выписку БТИ и приносишь опять в регистрацию. Регистрация тебе выдает второе свидетельство на собственность, уже на то, что называется долевая собственность, кроме земельного участка. Значит, сколько эта процедура займет? Полтора-два года, да? Два с половиной года. Но это стоит того. А деваться нет. Вот все, что вы сейчас описали. По всему пути, да. Но еще два года надо судиться за подвалы. Подвалы окажутся в распоряжении департамента имущества города Москвы. Иногда такое бывает. И получат они по распоряжению по какому-то бесприказу. Ну, если это не технические подвалы, которые не нужны. Ну, самые интересные подвалы, они будут наверняка будут в департаменте имущества. Еще два-три года судиться с департаментом имущества за подвалы. Но есть шанс выиграть суд? В арбитражном суде, да, да. А всегда выиграешь, только два года, правильно, Леша говорит. Абсолютно верно. Два года придется еще судиться за то, чтобы забрать. Ну, и, наверное, первое, с чего начинать, опять же, как Юрий сказал. Открыть жилищный кодекс. Открыть 491-е правила содержания общего имущества в многоквартирном доме. Открыть 354-е правила предоставления коммунальных услуг нанимателям и собственникам. И, как минимум, их прочитать. Хотя бы для себя самого одного. Может быть, не удастся. Начать с совета дома. Может, самое простое, сделать совет дома. Ну да, до ТСЖ еще, до всего. Ну, просто активист. 5-10-15 человек создали совет дома. Создали. Дальше. По одному от подъезда. Уже... В управляющую компанию. А дальше в ЖК написано, что он имеет право делать, что не имеет. Вот не буду расшифровывать, в принципе. То есть, пятую точку надо поднимать. Поднимать, и тогда права есть, законы есть. Без тебя никто делает в ТСЖ. Ну, и ничего не будет. Ну, как деньги будут брать? Ну, деньги будут брать. Будут без тебя. Может, тебя. Это точно. Спасибо огромное. Мне было приятно провести вашей компанией этот час. Александр Толмачев, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ торгово-промышленной палаты. Алексей Гонзданкер, руководитель группы «За порядок» в ЖКХ. Дмитрий Хомченко, адвокат, эксперт по тарифам ЖКХ. Были сегодня в реальном времени на Финам.фм. Вот главная моя задача как журналиста, а не пропагандиста, Александр. Еще раз уточняю. Рассказать, показать с помощью экспертов, что даже такая тема, как российское жилищно-коммунальное хозяйство, абсолютно подъемная и зависит только от нас с вами. Их пинать надо, и мы их будем пинать. Я имею в виду власти придержащих. Но и от нас многое зависит. Сейчас у нас будет краткий выпуск новостей. Затем будем подводить итоги дня. Так что оставайтесь на волнах Радио Финам.фм.